Музыка Юлия Рыж, инфобизнесвомен, имеет более 15 источников дохода через интернет, известный блогер в Ронете, автор проекта «Валим из офиса», активная путешественница. Музыка Ты пример для многих девушек и женщин. Ты великолепно выглядишь, ты находишься в отличной физической форме. Можешь поделиться своими секретами, как тебе это удается, благодаря чему ты так выглядишь? Кира, ну, во-первых, спасибо за то, что ты так считаешь, и я, честно, плещена. Я не считаю себя идеалом каким-то, я просто считаю себя здоровым человеком, который хочет радоваться жизни и нести свет в люди. Я могу сказать, что я вегетарианка, я вегетарианка по убеждению, не потому, что я худею или что-то делаю, просто я не хочу принимать участие в цепочке насилия и в цепочке убийств. Когда меня спрашивают, как я к этому пришла, все очень просто. До этого я постоянно 4 раза в год сидела на посту, то есть соблюдала все время, то есть и, естественно, не ела ни мяса, ни рыбы, ничего, и в определенный момент мне пришла в голову идея, а почему я это делаю, только когда мне кто-то говорит, вот с этого числа ты не ешь, а вот с этого ты начинаешь есть. Я поняла, что это настолько опять идет замутнение мозгов, почему я по палочке кого-то делаю то, что он хочет. На самом деле нужно делать только то, что ты хочешь. Если я действительно считаю, что убийство животных, я не хочу принимать в этом участие, я должна отказаться от этого всегда. Я на раз, два, три просто бросила есть и все. Поэтому переход был очень быстрый, скажем так, и осознанный. Проблем никаких не возникало, многие же боятся, вот бросишь есть мясо, там не будет хватать каких-то микроэлементов в организме. Ты знаешь, помимо того, что я вегетарианка, у меня еще ребенок вегетарианец, и эту проблему все время сталкиваюсь, потому что мне говорят, а, ладно ты, ну ребенок, ему не хватает там чего-то для роста. Я каждый год проверяю своего ребенка у врачей, мне говорят, что у него зашкаливает уровень гемоглобина, такой, как будто бы он сейчас вообще лететь в космос. Да, у него настолько, у него кальция много в организме, и всех элементов достаточно, благодаря тому, что, во-первых, мы постоянно едим фрукты, овощи и натурального производства. Во-вторых, мы постоянно употребляем, ну, на данный момент я использую нанотехнологии, и мы используем пластыри, которые придают иммунитет организму. И с самого детства я всегда Елисея кормила витаминами, то есть детские витамины, это всегда было в нашем рационе, то есть я постоянно, я уверена, что в нашей еде не хватает всего того, потому что я до этого работала на Первом канале, и работала как раз в контрольной закупке, где мы проходили, точнее, из чего все состоит. И когда я вообще реально узнала, из чего мы едим, из чего входит в состав мяса, о том, что там столько гормонов роста, почему мы все такие жирные, пухлые и вообще безобразные, именно от того, что там мы поглощаем больше мяса, чем животные могут рождаться, естественным путем. Поэтому, как только они родились, их пичкают, 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 для того, чтобы их можно было быстро убить и продать нам. Поэтому это был еще один из вариантов, почему я отказалась, в общем-то, от принятия в пищу именно мяса. Дальше, я еще очень тактично отношусь к моменту приготовления пищи. То есть я конкретно слежу, зачем, с какой энергией я подхожу к приготовлению, например, того же супа. Суп – это вода. Мы на 80% состоим из воды. Если мы подходим, готовим суп с таким… То есть мы с кем-то поссорились, мы думаем о плохом. И если вот это все с негативными мыслями, эмоциями подходим к супу, приготовлению супа, он получается, во-первых, невкусный, это отмечено, и во-вторых, он вот этой энергией отрицательной заряжает всех подряд, вокруг все начинают ссориться. Это проверено неоднократно на мне. То есть момент приготовления пищи, он должен быть очень индивидуальный. Именно с тем, как ты думаешь и что ты хочешь внести в эту еду. Вот ты хочешь вот там энергии себе побольше, так ты скажи, что я суп этот сейчас наполняю энергией, просто. И суп получится энергичный и вкусный. И когда мне говорят, что там съел морковку и там через 15 минут захотел есть, ты съешь морковку так, чтобы тебе не захотелось есть, наполни ее энергией. Стой, с этой мыслью ешь ее, и тогда у тебя будет сил на весь день. Это точно, это точно. Юля, а что позволяет еще быть тебе такой активной, жизнерадостной? Может быть, ты спортом занимаешься так же сейчас? Кера, ты знаешь, из спорта у меня только поход в спортзал, и потому что я хочу быть, точнее, контролировать свое время сама и сама устанавливать, когда я хочу заниматься спортом и когда я могу. То есть я хожу в спортзал в то время, которое мне нужно, и я занимаюсь тем видом спорта, который мне нравится. Я, например, люблю шагать. И я использую только в своей работе, только шагомер. Я не люблю бегать, я не люблю велосипеды, я не люблю активный фитнес, прыгать там, чего-то там прыгать. Я люблю только то, что доставляет мне удовольствие. Вот я прихожу в спортзал, на 30 минут становлюсь на этот тренажер, и мне этого хватает. К тому же, для того, чтобы поддерживать себя в тонусе, надо в тонусе держать ноги. Если у тебя ноги в тонусе, то у тебя и все тело приходит тут же, потому что все мышцы подкачиваются пресса, у тебя пресса уходит, и так далее. То есть основная нагрузка всегда должна идти на ноги. Это я еще с того момента, когда пыталась после родов похудеть, я очень хорошо запомнила. Вот, и кстати, благодаря сбалансированному питанию, благодаря вегетарианству, в свое время я сбросила 26 килограмм, и что позволяет мне сейчас не набирать их спокойно, а жить. И главное дело дышать, ходить спокойно, носить ребенка на руках и радоваться жизни. Потому что когда в тебе вот эти вот непонятные килограммы, которые тебе не были нужны изначально, ты просто не имеешь права даже на хороший отдых, на хорошую жизнь, потому что они тебе просто мешают. Я помню эту отдышку, когда тебе в 23 года нужно поднять ребенка, который весит там 3-4-5 килограмм, и ты этого не можешь сделать, потому что, блин, тебе тяжело, это просто ужасно. Это ненормальное состояние. Да, это ненормальное состояние, и его нужно исправлять. Если вы считаете, что это нормально, когда-нибудь исправлять, дальше будет только хуже. Поэтому если сейчас не сделаете что-то со своей жизнью, то дальше уже ничего не получится. Это точно, Юля, спасибо огромное. Я знаю, что ты просыпаешься сейчас очень рано, еще до рассвета, по-моему, это 4 утра, и в принципе спишь мало. Вот расскажи просто об этой технологии, методике, почему ты так свой день распределяешь. Кир, смотри, все очень просто. Многие люди не знают те часы, в которые человек должен получать больше всего количества энергии. У нас в основном люди считают, что они пришли с работы часов 8, им нужно что, посидеть у компьютера, им нужно что, по, там, я не знаю, позаниматься какими-то делами домашних, приготовить также поесть. И люди в основном ложатся уже где-то ближе к 12, в 6 утра им надо вставать, бежать на работу. Сил никаких, потому что поспали столько времени. Все очень просто. С 10 до 12, если вы спите, вот эти 2 часа приносят в сон вам лишних 2 часа. То есть час идет за 2. То есть если вы спите с 10 до 12, вы высыпаетесь, потому что 4 часа у вас идет. Плюс я встаю в 4 утра, с 4 до 5 у меня медитация, для того, чтобы зарядиться энергией на день, на весь. И почему с 4 до 5? Потому что те люди, которые ушли на вечернее времяпрепровождение, на те же дискотеки, они уже, скорее всего, пришли ложатся спать. А тем людям, которым нужно вставать на работу, им еще рано вставать, и они спят. То есть получается, что это лучший час для того, чтобы была тишина везде. А только в тишине мы можем взять ту энергию, которой нам не хватает. Именно за счет этого, за счет этого часа, я набираю всю энергию себе на день и прекрасно чувствую себя в любой ситуации. И когда мне спрашивают, ну вот, Юля, ты всегда ложишься в 10? Я говорю, нет, я не всегда ложусь в 10, но я всегда стою в 4. Потому что я знаю, что именно этот час даст мне ту энергию, которую я потом буду делить весь день. Если я просто этого не сделаю, я просто в день можно будет считать потерянным в своей жизни. Я не люблю терять время, я не люблю терять деньги, потому что время это сейчас деньги. Поэтому я систематично встаю в 4. Во сколько бы я ни любила. То есть ты экспериментировала, и если ты не встаешь в 4, если ты встаешь позже, то энергия действительно меньше становится. Да, так и получается. Ну просто когда вот был этот переход, естественно, даже получается, например, когда ты просто даже не на этот час, а минут на 15 встаешь, получаешь энергию, и действительно у тебя ее гораздо больше потом, в дальнейшем. Ну а с 5 часов я начинаю работать, потому что так как все спят, а в тишине приходят самые плодотворные мысли, и дальше, когда просыпается семья, я занимаюсь ею. Очень здорово, это просто секрет из секретов. Ну, как держаться энергией. А расскажи просто о своей медитации. Вот ты сидишь медитируешь, что ты в нее вкладываешь, если ты вот это делаешь? Ну, во-первых, медитация, так как нас все привыкли это думать, что нужно сеть какую-то позу, закрыть глаза, что-то там еще, это бред. Медитация, это настройка себя и настройка своего ума на работу в следующий вот, в течение следующего дня. То есть, для того, чтобы медитировать, не обязательно вставать, садиться куда-то там, включать музыку. Это вот просто реально, человек просто отговорки себе делает лишние, что вот такие телодвижения, я этого делать не буду. Как я делаю? Я посыпаюсь, открываю глаза и тут же начинаю медитировать. Я не включаю свет, я не доставляю дискомфорт своим близким, я просто общаюсь сама с собой со внутренней собой, да? И я даю конкретные установки, которые мне нужны сейчас. Во-первых, самое основное, это то, что все люди привыкли себя ассоциировать с телом. И вот даже все изначально, то есть, тебя когда спрашивают, я женщина, а меня когда спрашивают, я говорю, я душа. Я изначально душа, я энергия. Потому что, когда, например, человек умирает, мы же не оставляем себе кусок тела. Мы его закапываем и забываем. Ну да, мы когда-то вспоминаем, вот был такой, но мы вспоминаем не тело, мы вспоминаем то, что связано с этим телом, те действия, которые он делал, то, то, что он проявлял. И получается так, что мы действительно любим душу. И вот когда я говорю, я душа, я с утра себе говорю, я душа. Я, а у души есть шесть качеств, которые, она вот наделена с самого детства, о которых мы потом впоследствии забываем, потому что нам родители, школа, институт, все общество твердит совсем другое. Шесть качеств, это счастье, покой, сила, мудрость, любовь и блаженство. То есть, всеми этими шестью качествами душа обладает порождениею сразу. И только мы тогда становимся сильными, когда вот эти шесть качеств мы в себе вспоминаем. То есть, я встаю и начинаю говорить, ну, естественно, не просто говорить, я счастливая и просто бубнить. Я, естественно, это, вот, всеми клеточками тела я это прочувствую. Я даже сейчас тебе говорю, а у меня мурашки по коже, потому что, действительно, я чувствую, что я душа. Я вот реально душа со всеми вот этими качествами и я полноценный член общества, потому что, если тебе не хватает любви, ее не надо искать в чужом человеке, потому что у того человека тоже нет любви. Сейчас в мире очень мало любви. И когда взаимоотношения строятся на дай-ка я у тебя заберу, вот, ну, я вот хочу любви, чего ж ты нет, не любишь? Дай я заберу, у тебя последнее, а у этого человека самому нечего отдать. И получается стычки, непонятки, претензии и рушиться могут семьи. Да, да, точно. И поэтому искать не стоит в другом человеке. Нужно самой наполняться и транслировать ее везде. То есть, если я люблю, я люблю все. И его, и его, и кустик, и дерево, и птичку. И себя. Да. А себя-то изначально, потому что я сразу уже обладаю этими качествами. И только через трансформацию себя ты можешь прийти к тому, что рядом с тобой тоже душа, у которой тоже есть очень много каких-то понятий, которые, например, ты не понимаешь, но ты должен ее принять, потому что это не твоя собственность. Ты на ней не имеешь права никакого. Так же, как я с ребенком сейчас поступаю. Я воспитываю Елисей совершенно по-другому. Не так. Я ему не приказываю. У нас с ним есть правила четкие, потому что я считаю, что он не моя собственность. Я не могу реализовывать свои планы за счет него. Он сам выбирает, что ему делать. Когда ему делать и что. Я только могу предупредить, вот это может причинить тебе там боль. Вот это может, ты можешь просто умереть. Я ему просто объясняю это все. И если он этого не понимает, так он делает ошибки. И потом сам ко мне же приходит и рассказывает это. Поэтому осознавая, что ты душа, уходит очень много проблем. Поэтому с самого утра я вспоминаю о том, что я душа и что я обладаю такими качествами. Все. Теперь я понимаю, что тебе позволяет быть такой энергичной, активной, жизнерадостной. Юля, вот можешь ли ты поделиться еще секретами гармоничной и счастливой жизни для наших зрителей и читателей, чтобы они также могли их применить в своей жизни и быть чуточку счастливее. Кира, изначально вот то, что я уже сказала, это чуточку счастливее можно сделать, только работая сама над собой. Никто, ни телевизор, ни путешествия, ни там другой человек не сделает тебя счастливым, если ты сама или сам не примешь решение, что ты будешь счастливым. Вопреки всему. Пусть рушится мир, пусть везде болезни, страдания, все остальное, но если ты принял решение быть счастливым, ты обязательно будешь им. Если ты принял быть полностью заряженным энергией, ты им будешь. Если ты изначально соглашаешься с тем, что блин, ну вот мир такой, и я буду таким, я буду идти по течению, и все будет так же, то ничего не изменится вообще. Поэтому, если ты изначально принимаешь быть счастливым, ты сам с собой разговариваешь и договариваешься об этом, и начинаешь менять свое мышление на позитивное, выбрасывая те мысли, которые тебе не нужны в голове, естественно, это тоже определенные навыки, которые не поделишься за пять минут, но делая шаги в этом направлении, ты конкретно можешь стать счастливым. Однозначно. Если ты не делаешь этих шагов, то ты останешься на том же уровне, и чуточку счастливее тебя не сделает ни новое платье, ни поездка на Сейшелы, ни, там, я не знаю, пятерка в дневнике твоего ребенка. Все в наших головах. Да, все в наших головах, поэтому, если вы примете решение быть счастливыми, будьте ими. Нет, остаетесь на том уровне, в котором есть все. Все очень просто. Друзья, мыслите позитивно, настраивайтесь только на позитивные, светлые мысли, и я думаю, это приведет вас к счастью, к долгожданному. Юля, огромное спасибо за интервью, поделилась очень классными секретами и фишками, я думаю, что мы будем применять, и я тоже точно. Спасибо большое. Спасибо, Кира, за то, что пригласила, и хочу пожелать тем, кто сейчас нас видит, слушает, что здоровый образ жизни это классная вещь, и если вы примените на практике, это вы получите больше энергии, больше сил, и станете светлее, потому что изначально все, что мы едим, оно отражается на нас. Если вы хотите, чтобы ваш палец был сникерсом, если вы хотите, чтобы вот этот палец был, я не знаю, гамбургером, если вы хотите, чтобы этот палец был кока-колой, вы можете это все есть. Но мы представляем то, что мы едим. Если вы хотите, быть живыми, ешьте живые продукты и чувствуйте себя сильнее и счастливее. Это точно. Спасибо большое. Пока-пока. Пока.